Здравствуйте, я Елена Пахомова. Это программа СтопКадр. Специально не подгадывали, но так получилось, что этот выпуск посвящен альтернативной гражданской службе. То, что является альтернативой обязательно военной. Что это? Поощрение или наказание за нежелание брать в руки оружие? Разберемся. Все об альтернативной службе можно узнать в центре гражданской службы. Она же и есть альтернативная. То количество ребят призывного возраста, которое есть, оно явно превышает необходимости вооруженных сил. То есть вооруженные силы не могут, не хотят, им просто не нужно столько. Гражданская альтернативная служба Закон поменяли, потому что число поправок к нему превысило 40%. После этого любой закон сменили бы. Да и несостыковок много было. Например, длительность срочной службы сократилась сначала до полутора лет, потом и вовсе до года. А альтернативная так и оставалась – двухлетней. Эксперты от Евросоюза посчитали такую меру карательной и порекомендовали сравнять сроки, чтобы альтернативная гражданская служба была альтернативой военной службе, а не наказанием за отказ от нее. Человек должен доказать комиссии, что действительно есть подобные заявления, то есть убеждения. В случае, если он является членом пацифистской, религиозной, какой-либо еще общественной организации, которая выдает им какие-то членские билеты, удостоверения и так далее, ему проще. Он предоставляет какой-то документ. Что касается ребят, которые не являются членами какой-либо организации, закон, во-первых, не обязывает их становиться ими, то есть они вполне могут просто заявить о своих убеждениях и убедить комиссию. Работать в центре не значит самому быть пацифистом. Артур Высотин служил. Его призвали после первого курса исторического факультета. О прерывании учебы он жалеет, о службе в армии нет. Я не знаю, какие условия сейчас, как, к сожалению, не был в наших войсковых частях сейчас. Не могу сказать, как там все это имеет место быть. Не могу сказать, что такие вот светлые. Но у меня есть армия, то есть это где-то принуждение к чему-то, где-то дисциплина одно, второе, третье. То есть, ну, в общем-то, нормально. Нет у меня какого-то там отвращения или, не знаю, обиды на кого-то, на что-то и так далее. Доказывает свои убеждения, альтернативщикам приходится на призывную комиссию, той же, которая ведет отбор для прохождения срочной службы. Так что призыв на альтернативную тоже проходит два раза в год. Альтернативщики проходят все те же процедуры, что и остальные призывники, включая медкомиссию. Только заявление на ее прохождение нужно написать за два месяца до начала самого призыва. В среднем поступают около 900 заявок за призыв. За весенний 2007 года поступило 983. Допустили к прохождению 903. Из оставшихся 80 кого-то отправили в войска, кого-то списали. Последнее слово – отправлять в армию призывника или оставить на альтернативной – все же за призывной комиссией. И с ее мнением не всегда и не все согласны. Этой осенью, когда человека, ну, скажем так, с нарушениями призвали на воинскую службу, то есть, несмотря на то, что вот он написал заявление на гражданскую службу, и, в общем-то, ему даже, получается, не дали возможность как-то защитить свои убеждения, так сказать. Ну, несмотря на это, то есть, на республиканской призывной комиссии, председателем которой является господин Межинский, значит, рассмотрев вот все за и против, то есть, все вот эти спорные моменты, все-таки шли к выводу, да, что были допущены некоторые нарушения со стороны, значит, военно-административных органов. И, несмотря на то, что парень был уже призван, уже находился, значит, в войсках карабинеров, вот его вернули обратно. Переживали перед походом на призывной пункт и Дима со Славой. Оба признаны годными к альтернативной службе. Но опасения, а вдруг заберут в армию, несмотря на убеждения, были. Был какой-то процент неуверенности, но собрался, отвечал, спрашивали они. И в конце концов они сказали, что я прошел. Я им пояснил из своих соображений, что я боюсь брать оружие в руки, я, то есть, мирный человек. Люди разбиваются, и они должны уметь решать все словесным путем, либо иным путем, но не насилием. Вхожу в сферу пацифистов, это означает, что я как бы против военных действий и против оружия. А вот пришлось вступать в какую-то организацию, да, там, в поручку? Да, да, это, конечно же, да. Безусловно. А вот в какой момент ты будешь сталкиваться на стороне? В какой момент? Ну, я не знаю, я как бы с рождения уже знал, что мне никогда не нравилось военные действия, вот это все, насилие и тому подобное. Даже от альтернативной гражданской службы можно быть освобожденным. В каких же случаях? Во-первых, если во время исполнения срочной военной или гражданской альтернативной погиб один из близких родственников. Это отец, мать, брат родной или сестра. Во-вторых, те, кому уже перевалило за 27 лет. И, наконец, в-третьих, те, у кого есть группа инвалидности. Так что, как видите, даже здесь есть свои ограничения. Отказы от военной службы по религиозным убеждениям появились одновременно с зарождением христианства. Тогда единственной заменой службы была смертная казнь. В Российской империи в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность. Из-за нежелания служить в США и Канаду тогда эмигрировало 15 тысяч представителей различных конфессий. Иначе им грозила бы тюрьма. После революции 1917 года Советская Россия признала право на отказ от военной службы. Примечательно, что причиной отказа были религиозные убеждения. Взамен надо было отработать соответствующий срок санитарам в заразных, как тогда писали, госпиталях или на другой общеполезной работе. Но уже в 1939 году альтернативная служба юридически была отменена в СССР. За сто лет ум законодателей не придумал ничего нового. В 21 веке альтернативщикам тоже обязывают служить на благо общества, то есть выполнять социально полезную работу. У нас действительно дефицит, можно сказать, вот таких вот социальных рабочих мест. То есть те, что мы находим в коммунальном хозяйстве, не знаю, в больницах и так далее. Значит, во-первых, их немного. Свободных их немного. Мы исходим из наших возможностей. То есть мы в обязательном порядке обращаемся в районное бюро по трудоустройству. То есть наши представители приходят на комиссии со списками свободных рабочих мест, вакантных рабочих мест. Ну, как правило, опять же, там требуются хоть какие-то элементарные специальности. Как вы сказали, это же парикмахер. То есть ему не дашь в руки ножницы, понимаете, и не отправишь стричь. То есть это еще овцу он может постричь, но человеку уже вряд ли. С трудоустройством у альтернативщиков большая проблема. Мест катастрофически там всех не хватает. Зная об этом, 70% призывников предпочитают приходить в центр, уже работая где-то с трудовой книжкой. Не работать во время прохождения альтернативной гражданской службы невозможно, потому что, в принципе, это и есть основное требование к ребятам. Если ты прерываешь даже работу на какое-то время, то тебе все равно придется этот срок потом отработать. И твоя альтернативная служба растягивается, растягивается, растягивается. Ну а какие места может предложить центр? Ну, как и полагается законам, социально значимые, общественно полезные. Например, работу дворника. Кстати, ни один из ребят, которые сейчас работают при ЖЭКах, не согласился сниматься. Они считают эту работу непрестижной. Хотя, кстати, Виктор Цой, если они знают, кто это, в свое время работал кочегаром и не брезговал говорить об этом. И большая часть художников-студентов в Питере тоже работала дворниками. И тоже никогда не стеснялся об этом говорить. Ну так это Питер. Дима и Слава из тех, кто придя на альтернативную службу, уже работал. Дима на хлебозаводе Слава на изготовлении обуви. Я узнал во дворе, у нас майор в резерве, он работает в госбольнице там. И он мне подсказал, что есть такая возможность, как бы, в принципе. И я пошел, разузнал, написал заявление. И меня потом пригласили, я уже прошел комиссию специальную. И так получилось, что вот работу меня, меня сюда на работу репортизировали. Изготавливаю обувь так же, как и для гражданских лиц, так и для военнослужащих. Я считаю, что я отдаю этим долг своей стране. Чем вот год там потерять даром, можно и поработать, хоть проценты даешь, но все равно хоть свою денежку зарабатываешь. Помогаешь маме, хоть себе, для себя работаешь. А там просто год потерял, ну не знаю, в принципе, я считаю, что это год не очень много, но и не очень мало. Обоими альтернативщиками на работе довольны. Слава почти два года работает обувщиком. Он стоит на самой сложной операции штамповочного участка. Тут нужны не только руки, но и голова. А Слава с компьютером, руководящим, раскроем стелек на «ты». Такого специалиста отпускать никто не хочет. Своего Слава пустили бы? Нет, он мне здесь очень нужен. Он очень сообразительный, ответственный мальчик. Машина у нас, видите, сами какая. Тоже компьютерная, умная машина. Поэтому здесь нужно соображать. У меня еще и дедушка, и бабушка в основном у меня все были, работали на обувных фабриках. Мой дедушка работал долгое время на нем, там работал мастером, и он мне посоветовал, типа, это хорошая профессия. Слава, попробуй. Вот до сих пор два года работаю, мне это нравится. На этом участке еще один парень собирается идти на гражданскую службу. Да и цехом повыше работают еще двое альтернативщиков. Я выбрал альтернативную службу, я как бы, согласно закону, выплачиваю 25% от заработной платы в течение года. Я рад, что только 25%. Ну, думаю, этот год быстро пролетит. Спокойнее, никто тебя не трогает. Не дали военный билет чистый, а так, убегать или притворяться, что больной, или платить деньги, это, не знаю. Я решил, что у меня будет военный билет хороший, чистый, то есть нормальный военный билет. Для Славы и Димы год альтернативной службы отличается от предыдущих и последующих только отчислением 25% от зарплаты в бюджет. Работу свою они и после завершения службы менять не будут. Может, только о повышении грезит. Дима днями напролет ворочает мешки в своем отделе бубликов. Я думаю, пройти в университет, потом учиться, на технолога там дальше, и продолжать тут работать, пытаться продвинуться повыше, может. За границей все проще отработание и в передовиках альтернативной службы Германия. Там к прохождению альтернативы готовятся еще со школьной скамьи, осваивая навыки тех же санитаров. Да и рабочих мест в социальной сфере побольше. Не потому, что у нас потребностей меньше, потому что у нас вообще социальная система не слишком развита. Многие ниши просто не заняты. И получается, что альтернативная служба в Молдове существует по принципу «я ее слепила из того, что было». Большинство из них вообще никакой специальности не имеют. И, соответственно, с их трудоустройством возникает много проблем. Не говоря уже, допустим, о ребятах, проживающих в сельской местности. То есть там гораздо все сложнее. Во-первых, в самом селе работу найти крайне сложно. А где-то его еще трудоустроить. Это его нужно где-то поселить, как-то кормить. То есть это нужны средства. Это нужны средства. И стоит вопрос вообще о целесообразности. Впрочем, и обращений с сельской местности несколько меньше, нежели из городской. Проблема в том, что в сельской местности ребята меньше информированы. Меньше информированы о том, что они могут, как они могут, допустим, кому обратиться, как это сделать и так далее. И, наверное, все-таки процент сельского населения чуть меньше именно по этой причине. Просто потому, что они не знают. То есть насколько нужна альтернативная служба? Или это просто мировой опыт, который... Нет, понимаете, если дать возможность вот такого выбора, то вряд ли кто-либо скажет, или, по крайней мере, процент тех, кто скажет, да, я хочу в армию, будет мизерным. Это ясно как божий день. Особенно учитывая то, что, получается, в такой ситуации никто никого принуждать не будет. Так получается, да? То есть вот хочешь в армию, иди в армию. Не хочешь, не надо. Никуда не иди. То есть живи, как ты жил. Тогда, во-первых, либо армия должна быть настолько престижной, и столько каких-то благ дополнительных, каких-то, не знаю, льгот должна предоставлять столько гражданам, чтобы они туда шли, что я не знаю, какая мировая держава может себе это позволить. Кстати, вот еще одна идея о прохождении альтернативной службы. Например, можно работать волонтером. Но, правда, в законах это еще пока не предусмотрено. Но и государство в этом случае своих 25% от заработной платы никак не получит, потому что работа волонтера не оплачивается. Но она, собственно, и не требует особых навыков, умений. И к тому же движение волонтерское в Молдове набирает обороты. Ну, это так, в качестве идеи на будущее. Вот такая вот у нас альтернативная служба в Молдове. Хорошо прописана на бумаге и не совсем внятно исполняемая в жизни. А мы встретимся с вами через неделю с рассказом о новом дне и совсем другой истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!